Дачка, тачка и собачка. Так в шуточной форме в советские годы перефразировали потребительский идеал того времени. Квартира, дача, машина. Скажете, времена меняются? Но даже если так, квартирный вопрос по-прежнему стоит остро. В прошлом ответом на него было ведомственное и служебное жилье, которым поощряли за ответственное отношение к труду и не только. Сегодня некоторые категории наших сограждан также могут рассчитывать на такой бонус от государства, как работодателя. Это опять же те же бюджетники, это силовое ведомство, служебное жилье, которое переходит потом в собственность после того, как они проработают энное количество лет. Это касается сотрудников полиции, это касается военных. Впрочем, как говорят в ГУИ МВД по Пермскому краю, несмотря на то, что соответствующее постановление правительства есть, в одночасье проблему не решить. Очередь, в том числе на служебные квадратные метры, большая и продвигается не так быстро, как хотелось бы. Речь идет, например, об участковых, а в некоторых районах – сотрудниках райотделов. Руководство обещает взаимодействовать с органами исполнительной власти ради улучшения ситуации. Что же касается частного сектора, пусть и с государственным участием, условия в последнее время меняются, говорят специалисты по поиску персонала. Сейчас рынок труда – не рынок кандидата, скорее работодателя. И тот вправе диктовать свои условия. Но представители редких рабочих специальностей при переезде из другого региона могут рассчитывать на размещение в служебном жилье. В таких редких специалистах работодатели до сих пор заинтересованы, их мало. И эти специалисты, как вы понимаете, большей частью проблемные. Поэтому если найти непьющего токаря-карусельщика, то ему будет предоставлено практически все. И предприятия оставляют льготы для таких востребованных специальностей. Вообще, на большинстве производственных предприятий все-таки остаются какие-то возможности предоставления служебного жилья или общежития. И всегда утверждается список вакансий, которые заполняются с предоставлением вот этих льгот. Одиноким предоставляется общежитие. Семейным поначалу тоже позже, возможно, и тем и другим съемная квартира. По словам Светланы Тюриной, такая практика действует на ряде предприятий в составе пермских моторов, на ПЦБК, Гознаки и в некоторых подразделениях Лукойла. А также на ряде других крупных предприятий. В качестве меры поощрения для местных сотрудников эта мера в Прикамье используется крайне нечасто. А вот приглашенные специалисты и в особенности топ-менеджеры вполне могут рассчитывать на компенсацию части арендной платы за более комфортное жилье, обычно в размере 50-70%. Если это квартира, то люди, в принципе, соглашаются на переезд, но все равно уровень заработной платы по сравнению с тем, что он получал на прежнем месте работы, он должен быть повышен где-то процентов на 70, а то и на 100%. Чаще всего это квартиры обычного жилого фонда, предлагаемого к аренде агентствами недвижимости. Впрочем, продолжает Светлана Тюрина, соотношение трудовых миграционных процессов не в пользу нашего региона. В Пермь по большей части едут жители края, перспективные пермики все чаще выбирают Екатеринбург, Москву, Санкт-Петербург и Краснодарский край. Продолжим тему и сделаем вам интересное предложение уже в эту пятницу в вечернем Вестнике в 19 и 21.00. Станислав Уланов, Георгий Тимофеев, телекомпания Ветта.